С вами подошли к финальной части, где мы будем декорировать предметы интерьера. Здесь разные предметы я подготовила, вы можете на свой выбор взять абсолютно любую. Будет это декор зеркала, будет это фоторамочка, возможно это будет шкатулка или клюточница, как у меня. Мне бы хотелось декорировать вот такой вот интересный башмачок, и я его взяла из расчета, что это будет подставочка такая под инструменты. Здесь можно и вот так вставлять какие-то инструменты, и вот эту часть, и вот так вот вешать. Я подумала, что очень интересно будет смотреться на моем столе, если он еще будет декорирован полимерной глиной, вообще будет прелесть прелестная. Но самое главное, что вы должны помнить, что эти предметы должны быть плоские, потому что у нас с вами есть птички, и нам нужно будет их в первую очередь приклеить. Все остальное у нас в основном на проволочках, оно объемное, и мы можем давать любое направление и разворачивать эти заготовки как нам угодно. Еще просила доделать вас листочки. Листочки могут быть вот такие вот на веточках, по типу того, как мы делали с вами черную смородину, только собираем из листочков. Здесь я показала принцип сборки листика, поэтому я думаю, что не будет никаких проблем. Листочки еще нужны отдельные, пусть они не будут других оттенков, не такие как в смородине. Чем больше у нас ярких красок, тем интереснее будет смотреться изделие. У меня есть еще маленькие веточки, черной смородины, красной смородины, ну по типу этих веточек вы также можете сделать. Много цветочков гибискуса, орхидеи, мы это все будем сейчас с вами компоновать. Так, вы можете сделать, допустим, зеркальце, но опять же вы должны помнить, что у нас плоские предметы клеятся в первую очередь, а потом уже начинается декор, чтобы не было никаких выемок, бугорку, также можете декорировать, допустим, шкатулочку. Ну, в общем, все на ваше усмотрение. Я здесь вам предоставляю полностью свободу выбора. Это будет финальное задание, и уже по финальному заданию мы, конечно, будем оценивать уже полную картину и искать победителя марафона. Еще я буду использовать пистолет и силиконовый клей к нему. Это будет удобнее, и нам нужен большой объем клея для того, чтобы приклеить вот такие вот объемные детали. Но вы можете использовать и эпоксидный клей, если вы намертво хотите приклеить все эти детальки и потом ничего уже не добавлять в композицию, не отрывать от нее. Пожалуйста, можете использовать эпоксидный клей. Чтобы сразу не клеить все, а, пожалуйста, приложите, посмотрите, как будет смотреться. Начинаем мы с птичек, допустим, и учитывайте, что если это шкатулка, то она открывается, и в этой части элементы, если вы приклеите, они могут мешать. Поэтому клеим в той части, где у нас не будут мешать элементы. Допустим, птичку клеим с этой стороны и птичку клеим с этой стороны. Можете вот так вот приклеить. А дальше, я пока только наживляю, я не клею. А дальше вы прикладываете уже более крупные элементы, допустим. Где вы хотите веточку орхидеи разместить? Вот можете в этой части. Пока мы прикладываем, наживляем, ничего не садим на клей. Помним, что вот здесь вот, чтобы открывалось, ничего не мешало, поэтому заполняем пространство с учетом того, что вот здесь должно открываться, и ничего мешать не будет. Дальше размещаем следующие элементы, которые крупные, допустим, ту же черную смородину. Все у меня будет исходить лучиками из одной точки. Если что-то у нас мешает, мы можем вот так листочек опустить и более плотненько друг к другу прикрепить. Вот такими цветочками маленькими мы будем пространство заполнять, которое будет образовываться у нас между птичками. Есть одиночные листочки, которыми также можно будет заполнять что-то. Есть более крупные цветы. Здесь уже будете играться, будете смотреть где, что и как. Это как вариант, я вам предлагаю, листочки с веточками у меня разные, поэтому направление мы всем можем листочкам давать. Они все у нас на проволочке, все живые. Это как образец. Вы можете декорировать, допустим, шкатулку. Я же говорила, что буду декорировать вот этот башмачок, и нам понадобится клей. Сначала я приклеиваю птички. Я их вот так хочу разместить на этом изделии. И беру обратную сторону. Достаточно обильно промазываю. И приклеиваю птичку. Вторую птичку хочу приклеить в этой части. Промазываем эту сторону. Прижимаю. Теперь подумайте, откуда вы будете стартовать с листочками. Я хочу, чтобы листочки немножко заходили вот сюда на птичку. Значит, я буду их приклеивать вот в этой части. Здесь один листочек. И здесь чуть-чуть идут на птичку вот сюда. Промазываем основание ножки. И приклеиваем. Промазываем основание ножки. И так же приклеиваем. Здесь же я хочу сейчас разместить вот такой цветочек гибискуса. Промазываем нижние основания. Приклеиваем. Промазываем здесь нижние основания. И тоже приклеиваем. Дальше добавлю маленькую веточку с красной смородиной. Напомню, что красную смородину вы можете делать по прототипу черной смородины. Только веточки я здесь сделала чуть-чуть поменьше. Приклеиваем вот листочками. Ждем, когда все подсохнет. Так, дальше я хочу разместить уже веточку с черной смородиной. Сейчас я их приложу. Одна веточка пойдет в эту сторону. Другая веточка пойдет в эту сторону. Промазываем обратную сторону этой веточки. Веточки у нас гнутся. Я ее таким боковым наклоном. Вернее, на боковую сторону я ее вот так вот приклеиваю. Приклеиваю и придерживаю. Поправляю эту веточку с черной смородиной. Даю ей направление такое, какое мне нужно. Слава богу, у нас все на проволочках. И мы можем реально развернуть в ту сторону, в которую мы хотим развернуть какое-то изделие. Вот так вот она будет лежать. Поэтому берем, наносим также клей. И приклеиваем вот в этой части. Держаться на этой поверхности будет хорошо, потому что она не шлифованная, она шершавая. Дальше смотрим, где мы что можем разместить еще. Я бы добавила вот здесь вот смородинку. Вот так вот. Наношу клей. И вот сюда ее загоняю. Так, в этой стороне я решила, у меня есть вот такие вот отдельные бутоны. Я делала. Я решила их разместить вот так. Вот с заходом на боковую сторону. И сюда же пущу вот такую вот орхидейку, которая будет тоже заходом на боковую сторону бутоны. И тут будет вот все у нас закрыто, как раз в той части, где стартовали эти бутоны. Промазываем веточку. Приклеиваем. Все придерживаем. Вот так. С этой стороны приклеим черную смородину. Декорирую верхнюю часть. Приклеиваю листочки. Приклеиваю красную и черную смородину. И буду закрывать это все большой веточкой с орхидеей. Вот этой веточкой мы все это закроем. Одинарные листочки у нас уже пошли. И теперь клеим веточку. Закрывая где-то клей, если у нас вылез за пределы. И вот здесь у нас будет веточка эта просто висять, добавлять объема. Наносим довольно обильно клей. И приклеиваем веточку. Садим ее. Плотненько придерживаем. И переходим потом на нижнюю часть. Будем декорировать еще с этой стороны. У меня осталась вот такая веточка, которую я бы с удовольствием пустила с этой стороны. Ну и все остальное я бы заполнила уже большими и маленькими цветами кибискуса. Но опять же, чтобы они у нас не выходили за пределы дна. Вот так вот будем их размещать плотненько. Сначала приклеим веточку. Так, еще у меня есть веточки черной смородины, которые тоже неплохо бы в той стороне пустить. Поэтому добавляю сюда клей и размещаю в том месте, где у нас листочки. Как раз здесь объем заканчивается. Вот здесь сейчас объем поведем побольше. Так, ну что, теперь начинаем размещать цветы. Вот так пару цветов я бы разместила. Как видите, гибискусы у меня и маленькие, и большие. Делала двумя партиями. Так, крепим сюда цветок. С обратной стороны, если у вас цветочки имеют проволочку, допустим, как здесь, возьмите, конечно, ножничками и подрежьте это все. Сделайте более плоский этот край. И потом уже будем приклеивать этот цветочек. Приклеиваем, придерживаем. Смотрите, чтобы все-таки лепестки не выходили за пределы дна вашего предмета декорируемым. Приклеиваем, промазываем. И вот туда мы это все отправляем. Прижимаем. Так, черная смородинка. Вот сюда поверх. Она будет чуть-чуть у нас выглядывать. Листочки, если что, мы потом их воткнем. Промажем эту сторону и воткнем вот там, где нам нужно будет. Так, у меня еще остались вот такие вот бутоны. Я решила, что я запущу вот сюда бутончики. Вот так. Дальше у меня пойдет цветочек гибискусом, чтобы вот здесь все-таки дно ничего не упиралось. И запустим вот сюда вот такой вот маленький листочек. И заполним как раз пространство, которое есть. Так, наносим клей. Аккуратненько сюда запускаем. Придерживаем, приклеиваем. Здесь сейчас у нас пойдет цветок гибискуса. Вот в эту часть. И вот сюда запустим листочек. Вот так. Давайте вот в этой части запускаем. И вот здесь запускаем листочек. И в принципе все. Потому что цветы здесь вот если и запущу, они уже будут, как мне кажется, лишними. Хотя, вот этот цветочек гибискуса сюда неплохо вписывается. Давайте мы его туда и заведем. Приклеился и теперь листочек заводим. Вот сюда под орхидейку 1. Приклеиваем. И вот сюда заведу другой. Заполню здесь пространство. И все. И у нас с вами все готово. Все мы с вами использовали. И все мы с вами приклеили. Слушайте, ну красота получилась. Мне очень нравится. Сейчас оно все подклеится. И сверху достаточно красиво смотрите, смотрится. Ну вот, друзья. Такая вот интересная штука для моих инструментов у меня получилась. У вас может получиться абсолютно любой декор. Приклеивать здесь несложно. Здесь подключайте свою фантазию. Можете добавить какие-то свои ягоды, свои какие-то другие элементы. Это могут быть бабочки. У меня вот, допустим, очень много ягодок там на проволочках. На разных, которые тоже можно вот так вот все добавить. Дополнить каких-то маленьких цветочков вот такого формата. Я уже просто не стала их крепить. Думаю, будет перебор. Мы как бы вот на этом с вами все и закончим. И я с нетерпением буду ждать вашей работы по этому марафону.